Есть два понятия, других нет. Капитализм и коммунизм. Два этих условия различных по сути. Коммунизм это развитие нации. Это бесплатная вся часть образования. Бесплатная медицина. Бесплатное жилье. Эти три вещи должны быть и за них в бой. Как в бой шли наши деды и прадеды. У кого-то отцы. И самый мизер тех, кто участвовал в войне победителей. Разрушение СССР это бред, который все сейчас видят. И у нас, естественно, проблемы. Проблемы с тем, что не надо лезть в Россию, потому что вы залезли в Россию с ненавистью. Так вы будете трупом. За всю историю, как только Россию разбирали на княжество, так и было. Но когда Россия собиралась, ее никто не побеждал. Никто и никогда. Уничтожить КПРФ не получится. После разрушения стороны Советов и партии она возродилась и смогла бы свергнуть ель чисто пропуйцу. Но что-то поменялось. Из страны счастливых столиков и ребят мы выросли в страну злобного быдла. Причем все были, есть и будут быдлом. То есть рабочими на хозяина. Обидно, но все, кто были у власти, были коммунистами. Сложно это и непонятно. Сложно детям, потому что обеспечив должное удовольствие у них, дивная ипотека и куча кредитов. Вот вам российское перерождение капитализма. Но мы, кто в КПРФ, помним, как было и будем об этом говорить и учить. Сто лет назад, 30 декабря 1922 года, свершилось событие всемирно-исторического значения. Первый всесоюзный съезд Советов провогласил образование Союза Советских Социалистических Республик. Первого в мире социалистического государства. Спустя 5 лет после триумфального шествия Великой Октябрьской Социалистической Революции, разгрома иностранной военной интервенции, внутренней контрреволюции, молодая республика Советов приступила к решению задачи, о которой веками мечтали народы царской России. К строительству общества без национальной вражды, войн, голода, унижения и разделения людей по национальному признаку на отверженных и избранных. СССР стал прообразом того будущего, в котором нации и народности не станут враждовать, а будут жить, строить, дружить. Лозунг Карла Маркса, Фридриха Энгельса, пролетарий всех стран соединяйтесь, был и сегодня остается силой передовых и прогрессивных людей в мире. А память о Великом Союзе Народов жива и сто лет спустя. В свершениях народа, в деятельности нашей политической партии КПРФ, в честном признании ошибок современных процессов истории, основанный Владимиром Ильичом Лениным и руководимый Сталином, Советский Союз сделал реальностью то, что другим странам оказалось сделать невозможно. И это был, как говорил Геннадий Андреевич Зюганов, уникальный прорыв к новому миру. Великая и прекрасная сторона, колыбель первопролетарского государства, где хозяином был сам народ. Их жизнь была освящена идеями Великого Октября, советской власти, братства и дружбы народов, составлявших Великую Советскую Семью, Союз Советских Социалистических Республик. Образованный волей его народа 100 лет назад, 30 декабря 1922 года, на Первом Всесоюзном съезде Советов. С безмерной гордостью советский человек держал в руках краснокнижный, маткастый, серпастый советский паспорт. Вас тоже наговорил словами советского поэта Маяковского, читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. За короткое время советская страна своими гигантскими достижениями во всех областях экономики и социальной сферы, науки, культуры, образования удивила и потрясла мир. Изумленный мир назвал это советским чудом. В 1936 году была принята новая Конституция СССР, по праву названная именем ее автора, Сталинской. Весь мир признал ее самой демократичной во всем мире за все время человеческой истории. Во всемирную историю навсегда вошел немеркнущий вклад Советского Союза, разгромившего фашистскую Германию и ее союзников, отстоявшего не только свою свободу и независимость, но и спасшего все человечество от фашистского порабощения. Советский Союз стал в глазах человечества бастионом мира и безопасности, светочем свободы и прогресса, возродив за одну пятилетку из руин и пепла огромную территорию, опустошенную фашистским нашествием. Советский народ полностью двинулся вперед с новым великим свершением, новым висотом своего развития. Ярчайшим свидетельством этого стало событие, вновь изумившее мир. Советский гражданин Юрий Гагарин первым в истории человечества выявил в космос космический корабль Советского Союза. Но не на только героически трудовыми и ратными подвигами раскрашена советская история, жизнь советского народа. Преобразования великой державы были не самоцелью, а в интересах и во имя человека. Строились сотни новых городов, тысячи промышленных гигантов, заводов, фабрик, гидроэлектростанций, железных дорог, водных каналов. Осваивались целинные земли, открывались подземные сокровища. На протяжении всей истории Советского государства проявляло заботу и улучшение благосостояния советских людей, рост их зарплаты и реальных доходов. Каждый гражданин СССР был абсолютно уверен в свои завтрашние дни, спокоен за будущее своих детей и внуков. Можно назвать новые и новые факты, свидетельствующие об огромных достижениях Советского государства во всех областях общественного развития и жизни советского гражданина. О советских реалиях, советской образе жизни, нравственном облике советских людей, но и лучше всего об этом сказал знамечательный советский поэт-песенник Василий Иванович Лебедев-Кумач в своей знаменитой песне «Величественной оде советской стране», любимой песней многих поколений советских людей. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Идеологической базой прочного соединения стала Ленинская национальная политика. Она опиралась на пролетарский, интернациональный дух и высоко держала знамя борьбы с колониализмом, расизмом и любыми угнетениями. Форму федерации, союз Советских Социалистических Республик предложил именно Владимир Ильич Ленин. Во-первых, большинство Ленин выбивало почву из-под ног национальных элит, сепаратизм которого ярко проявился после Февральской революции. В те месяцы об автономии вплоть до отделения говорили многие области, где прободало русское население. Это Сибирь, Краснодон и Кубань. В тех условиях проект Союзного государства был единственным оптимальным выходом и позволил воздать стихию сепаратизма. На этой базе был священ подвиг возрождения нашей страны. Тривожно подзвучала пренумия тема об украинском взломе. Пленум ЦК отметил, что нацизм вновь теперь в лице бандерцев стал оружием агрессии в руках глобалистов, которые прямо заявили, что цель покончить с нашей страной и владеть ее ресурсами. Это первое. Во-вторых, КПРФ оценивает нынешнее украинское государство как альянс крупного капитала, внешней бюрократии, откровенных фашистов под полным контролем мемористических кругов США. В-третьих, по оценке ЦК КПРФ конфликт на Украине прямо назван действием НАТО, а специальная военная операция носит антифашистский характер для России, освободительный для народа Украины. Это надо разъяснять многим горе пацифистам, которые есть в наших рядах, к сожалению. Сложность ситуации в том, что даже в ее условиях российской олигархии, являясь продажной, поддерживает спецоперацию, не поддерживает спецоперацию, даже когда Запад забирает ее яхты и замораживающие табанки. Мы, КПРФ, осуждали слабое внимание к странам СНГ. Мы требовали, чтобы не забывали союзников и тверков поддерживали Лукашенко. Именно КПРФ настойчиво требовал признать ДНР и ЛНР. За 8 лет мы направили в республики 103 колонны гуманитарной помощи. Более 12 тысяч детей отдохнули и пролечились в Подмосковье. Инициатива нашей партии о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики были поддержаны Государственной думой президентом. Особо требуется подчеркнуть, что украинский вопрос не стал КПРФ поводом к солидарности с правящими кругами. В чем сейчас многие обвиняют КПРФ с правящей группировкой. Классовая гармония между КПРФ и правящей группировкой не наступила и не может наступить. Материал Фленов отмечает, что поход в спецсперессе выводит глубокие проблемы фериферийного капитализма. Что мобилизации в армию мужчин признавшего роста не обойтись. Россия не справится с агрессией Запада без мобилизации экономики и общества. Геннадий Андреевич Зюганов абсолютно точно выражает свое мнение коммунистов и левых сил. А делаться полумерами невозможно, потому что система капитализма порочна. И мы не первые, как не первые, и жители бывшей части Варшавского договора. И мы, и они в неприглядном очаровании от ушлого варья. Все по сути одинаково. Разворот может и будет сделан не нами, так детьми, в коих мы, благодаря растущему движению партии вверх, на примере своих ошибок, что разложение общества не приводит ни к чему хорошему, общество должно верить и видеть то, что переменится. И не надо врать, лгать и обижать. Это далеко не путь к идеалу. Но идеал возможен. Все силы и умения есть и навыки. Навыки в стрельбе работают. Так же, как даже в армии СССР ощущался смысл больше, чем в жизни. Конечно, есть там и воровство. Но оно не в тех количествах, что в жизни честно, в армии есть оружие. А это прямой вариант к пословице «не укради». У нас же все немного по-другому. Так город с населением в 500 тысяч человек, а-ля Магнитогорск, ежемесячно переплачивает управляющим компаниям по 100 миллионов рублей зимой. Я не буду говорить про капремонт, там тема еще выше. Это к слову о том, что мы считать умеем. При всем моем личном уважении к дяде Володе, я бы разогнал всю думу. И впереди-то времени немного. И при перекусе глянуть YouTube, там честно все рассказывается о воровстве. К слову, о коммунизме. Там была настоящая демократия. И честно, на территории Российской империи и Советского Союза люди, облаченные властью, служили до смерти. Их за это и уважали, и ценили. Вы понимаете, о чем я говорю? Я бы рекомендовал вслушаться в то, что вам в сумму говорили лучшие деятели коммунизма. И тогда и за вас, и за детей. А стрелять-то те, кто занимается в КПРФ, умеют.